Ну что, как традиционный Таунт в начале боя, своего рода выражение респект, а может быть наоборот. Обычно Таунт выражает не респект, но здесь всё наоборот. Руфа сделает ставку на то, что вы миссерванты с наказуемой медыма, тем не менее ставка эта вся не оправдывает. Смело кип разнохивает 3б могучим и отправляет прямо в небеса. Главное не порит камбу, тем не менее сравнивается уже к этому моменту по жизни. Много-много тычет пира, тычет свирепа по-настоящему. Пытается и Клоуф сегодня какие-то сюрпризы. Он только с Лео Вердой и со мной, кажется, играл за нацу, а остальных то ли не считает достойными, то ли на самом деле это его секретное оружие. Пыра, дочь Софити и сестра Патрокла. Ммм, блин, ты что ж такое? Закройте. Меня пытаются продуть таким, чтобы в финал я был не в форме. Ну что ж, вернемся к нашему бою. К сожалению, сторонние факторы все время как-то влияют, отвлекают, но может ли что-то отвлечь настоящего фаната от любимой игры? Хорошо садится кип, ничего и только не наказывает, к сожалению. Не рискует кип, а нет, рискует, рискует, отпокивается. Очень хороший 2А у серванца, но у пиры лайфлид, и тяжело сейчас придется кипу, если он хочет что-то, хотя ох, и не наказывает кип. А вот Рукс, в свою очередь, засаживает ему 3Б, как надо все делает. 2-0 по раундам в пользу Рукса, не наказывает нижний потык, но надо ли это на самом деле? Рукс пытается как-то кип перезонить, но не тут-то было, может быть Рукс нашел, наконец, идеального персонажа для себя, наказывает кип, не делает just frame. Промахивается, все-все разваливается, игра кип по частям, не может ничего противопоставить этому адскому прессингу. И выйдет, прибивает к земле его, как гвоздями этой атакой, и слишком долго рассматривает кип грациозной взмахи мяча пиры, и отъедает. Жалуются на звук, к сожалению, говорят, что жопа дракона посетила сегодня чат Лукгейма. Кроме того, у нас проходит сайдвент ПСК-2, на который, по-моему, все записались. Много хайпа, но если у кого-то еще есть проблемы со звуком, то можете писать об этом в чате, потому что пока жалоб мало. Кстати, привет Нархал у нас посетила, болельщица. Очень приятно всегда, когда болельщица есть у нас среди наших нердовитых океанов. Так, ну что, вот машет кип каким-то говнецом, пытаясь, видимо, напугать Рухуса, или, может быть, наоборот, выражает неуважение свое. Но, тем не менее, чтобы это ни было запугивание или какая-то особая новая стратегия, матчап технологии, мы это не знаем, но это работает. А как известно, если работает, значит хорошо. Таунтит и кип, что-то он вообще совесть потерял. Мне кажется, Рух сейчас как у быка, у него налилась кровью в глаза, он не видит ничего, кроме этих таунтов. И отъедает удар за ударом. Уже не только лайф-лид получил кип, он получил и лид по метру. То есть, пира проигрывает, у него мерцает броня. Единственное, что у нее больше маны, и неплохо она оказывает. Сейчас Рухус, наверное, лучшие дамаг, которые можно было здесь нанести. Бросок. Кип знаменит. Отстой пилашку, вторую кип чудом. Снова бросок. Кип способен побросать даже самых стойких людей. У некоторых начиналась истерика, и их увозили в касси, прямо с турниров, после того, что проделал этот негодник. Ой-ой-ой-ой-ой. И хоть он и скомбил, а может быть это было очередное унижение, банально, которое ему не надо было комбить. Он говорит, я мог бы скомбить, дам тебе надежду смертью. И забрал эту надежду тут жестокий человек, бессердечный пират, промышляет роботорговлей, как мы знаем из его финальных цитат. И игрок в некотором роде, персонаж является виртуальным продолжением игрока. Своего рода игрок становится персонажем, а персонаж игроком. В шестой части сервантис немножко потолстеет, а кип начнет промышлять роботорговлей. Уверен, так и будет. А у рук вступаются длинные волосы. Они так длинные, но он покрасит их в белый. Ну, впрочем, не так уж это и важно, потому что такие в очередной бросочек засаживают. Правильно, вот выбор мида против пиро, единственный мид, который она не может наказать, это 2АБ. Ну, еще вот этот перекат с ногой, но его все-таки довольно-таки видно. Она размахивает без какой-либо совести вообще. Не знаю, точно так же. Какой-то дезреспект, короче говоря, тотальный идет. Игроки соревнуются здесь в том, кто максимально сломает волю другого. Не какая-то техничная игра идет. Нет, вовсе нет. Тут идет игра рандомного... Рандомного говна. Ломает... Ломает броню. Сервантес. А, нет, пиро ломало броню, но не сломало. А Сервантес тем временем выигрывает постоянно. Постоянно выигрывает. И похоже, что Руфуса он все-таки поломал. Комба. Пиро по-настоящему сияет только когда у нее есть метр. Ой, какой нелепый... Я даже не знаю, что это было и зачем. Наверное, какая-то отчаянная попытка вытащить раунд. Но вот не уверена, что это чувствуется, что Руфус с пирой. Это чувствуется, когда начинается спам непонятных ударов. Он потерялся и уже не может ничего противопоставить с перепусти кипа. И он натиску... Ой-ой-ой, это не панишь броска. Кто же... Любой игрок сейчас мог... Ой! Мог бы выиграть икси, икси. Руфус наказывает очень красиво. В очень тугое и сложной ситуации. Но броня Руфуса мигала еще. Секунду назад. Метра у него нет. Как он собирается камбэкаться? В общем, вопрос. Сейчас ему нужен внезапный какой-нибудь ринг-аут. Или, я не знаю, что-то внезапное. И чуть-чуть. Едва не убил сейчас кип Руфуса. Потому что... Ох, хорошая комбайс. Сейчас поставят на краю ринга. То, что... Именно то, что нужно... Ох, и да. Да. Выигрывает кип 2-1. За детей и девушек дают больше всего. Ребенок ли Руфус или девушка, неизвестно. Но кип... Возможно... Тем самым, хочется сказать, что словно маленькую девочку он избивает его сейчас. Но Руфус не отдаёт... Ой, что это было? То ли какой-то запор. Почему-то не поменял персонажа Руфус. Возможно, Хона Хоум Мэшер, тип... Что-то такое продемонстрировал, что не захотел Руфу сыграть хоть с него своими мейнами. Не знаю. Но, по-моему, судя по динамике игре, это было неосмотрительно. Следовало сменить персонажа. Уже имеет лид в этой... В четвёртом бою у Руфуса преимущество. По жизни. По раундам. Только Метрох чуть-чуть больше у Кира. Но она может в любой момент потратить его на комбу и сравняться сейчас с кипом. Только поможет ли это ей. Размакивает 4б. Вейкап. Бросок. И это победа кипа. 2-0 по раундам. Матчпоинт для кипа. Руфус на канатах сейчас. Ему нужно что-то делать. Срочно. Как-то камбэкаться. Потому что... Если он этого не сделает, то его мечты, надежды и тчаяния в финале... Уйдут в прошлое. И только дьявольский смех пирата будет разноситься в колах антикафе. Ох, хорошо. Контрит Руфус. Пользуется привычкой кипа вставать с ЛСА. Пытается засадить хоть какой-то дамаг. Он его засаживает. Камбэк. Может быть мы видим камбэк. Начало долгого поезда камбэка. Камбэк трейна. Еще в самом конце сейчас вагон Руфуса. Но он может стать первым. Он сможет стать машинистом этого поезда. Если соберется, адаптируется и сделает что-то. Хорошая попытка. Рвет все броски пока Руфус. Довольно успешно. И запарывает Ультриан. Запарывает. Не наказывается. На халяву практически входит Руфус. Не похоже. Он деморализовал. Он серванс. А тем временем мана-то. Мана-то нету пирата. Ой, не мана, а метра. Господи, что я говорю. Но мана как раз есть. Нет жизни. Борит броня. Выигрывает Руфус второй раунд. 2-2. Для Руфуса это шанс на спасение. Для кипа это шанс на финал. На борьбу за огромные деньги. А пираты жадные, как известно. Он хочет эти деньги. Он хочет их себе в карман. Суэй, сундук пиратский. Начинает Руфус с броска. И тут же берет. Ой-ой-ой-ой. Запарывает кип. Славен за опорами. И снова. И в этот раз уже не запарывает. Очень много дамага. Момент. Ой-ой-ой-ой-ой. Руфус прибывает в аду сейчас. И выигрывает кип. Я с вами пока прощаюсь. Я с вами пока прощаюсь.